А вот в Южной Америке битва за главные трофеи еще продолжается. Позади лишь половина гонки, и здесь для челнинцев пока все складывается не так удачно, как хотелось бы. После семи этапов Дакара экипажи КАМАЗ-мастера в роли догоняющих. В общем зачете лидируют голландцы Питера Верс-Луис и Жерарда Рой. Эдуард Николаев четвертый, Андрей Коргинов замыкает первую десятку грузовых внедорожников, а Дмитрий Сотников пока лишь на 13-й строчке. Лучший из россиян Айрат Мардеев на третьем месте с отставанием от лидера почти в 11 минут. Вначале мы сам вогнали машину в ЭКО, она на три минуты раньше нас стартовала, мы ее накатили где-то на 11-м километре, а потом уже скоростные, там уже нас обошел МАН. Мы едем на скоростном участке, у нас ограничение скорости 140, мы держим 138-139, чтобы не попасть в зону нарушения, нас догоняет МАН и уходит от нас, как будто он едет там 160. Зарубежные конкуренты сильно прибавили, помимо того, что их машины стали быстрее, управляют ими очень опытные пилоты. К тому же организаторы сделали упор именно на скоростные спецучастки и лишили КАМАЗы преимущества на бездорожье. По крайней мере так было в первой половине гонки, но впереди еще семь этапов. Протяженность сегодняшнего спецучастка почти 400 километров, в Боливии участники Дакара уже проехали. И теперь вся надежда на благосклонность к КАМАЗам просторов Аргентины. Мы в напряжении держали всех наших болельщиков всю неделю. Поверьте, действительно очень сложно, трудно бороться, какое-то там сопротивление оказывать. Очень высокий уровень подготовки в этом году у всех команд. Все одинаково подготовились, все хотят быть первыми, никто не хочет уступать, всем нужна победа. Продолжение следует...